Ну а мы продолжаем спортивную тему. Уже ставший знаменитым испанский велопутешественник-экстремал Хосе Андреас Абьян Пахарес добрался до Якутска. Там он собирается провести два дня, а потом продолжит свое путешествие к Байкалу. Туда он планирует доехать в конце марта. О том, что видел по пути, как несколько раз чуть не замерз и почему не намерен сдаваться, испанец рассказал нашему корреспонденту Фултону Валареса. Улетел, но обещал вернуться. И вот теперь добрался до Якутии. Весь набор для выживания при минус 50 поместился в несколько небольших сумок. Хосе Андреас Абьян Пахарес отправился в турне по самому холодному месту на планете, на простом велосипеде. Сейчас я здесь благодаря тем, кто живет в Якутии. Мои родители и представить не могли, что я буду ехать на велосипеде при минус 50 по замерзшей реке Лена. Я уже объездил Азию, Монголию, а сейчас собираюсь ехать дальше, в Амурскую область. Свой повторный заезд на краю света Андрес начал с Магадана, откуда выдвинулся в путь 27 декабря. На подъезде к якутскому поселку Уснера у испанца лопнуло колесо. И опять повезло. Его довезли до отеля на проезжавшем мимо грузовике. Поиски и замены колеса заняли три дня. Да, у меня лопнуло колесо. И я очень благодарен всем. Люди здесь очень приветливые. Мне помогают везде. Зовут к себе в гости и вкусно кормят. Я не мог даже хотеть большего. Большое всем спасибо. Год назад Хосе с горящей испанской уверенностью уже пытался совершить подобный ваяж. Но в итоге оказался на больничной койке. Ночуя в палатке на трассе Колыма, Андрес отморозил себе правую руку. Его буквально спасли проезжавшие мимо автомобилисты. Поехали. Поехали с нами. Куда? Куда? Хосе в этом году снова намерен ночевать прямо на обочине дороги. На этот раз он захватил с собой еще более теплый спальник и палатку. Да и сам подготовился лучше. На протяжении пути люди помогают мне. Но я и сам подготовился и заменил варежки. Я теперь понимаю, что такое холод, что нужно беречься. Это опыт. И обувь поменял на новую. Так что я не боюсь. На этот раз все получится. Я уверен. Длина трассы, которую Хосе намерен преодолеть, составляет около 5000 километров. При том, что почти вся Якутия сейчас во власти морозов на минус 50. Однако, как уверяет сам экстремал, задержка из-за поломки велосипеда не помешает преодолеть заявленное расстояние к 20 марта. Фултон Валареса, Василий Соловьев, Вести, Якутия. Продолжение следует...